здравствуйте у меня сегодня у меня вчера вот такой подарок это жигули марка смотрите надпись лада смотрите багажник открывается вот капот открывается она не только на дверь вот такая тачка классная . у нее и фары а у нее смотрите и фары и стопаки смотрите фары и стопаки класс привет всем привет привет добрый день у меня обед все пообедали моя счета вот а мне захотелось ленивых вареников и я себе сделала на обед ленивые вареники не смотрите что они темноватые они темноватые потому что я в них муки по любому нужно в них чуть-чуть добавлять да я добавила даже меньше нормы цельнозерновой муки а цельнозерновая она темноватая ну не темноватая скажем так темная вот поэтому в общем рецепт полностью изменила но получилось вкусно наверное потому что очень уж я хотела не такие красивенькие ровненькие из домашнего творога поэтому и вкусные такие честно говорит на большую порцию еще вот столько же осталось на большую порцию я полторы чайных ложечки положила сахара и все в основном я посолила вот не стала уже злоупотреблять а так конечно когда делаешь ой надо закрыть а то отсвечивает даже внимание не обратила что дверь открытая а так конечно когда делаешь туда и сахарочку по идее по рецепту и мамки чуть-чуть туда добавляется и и муки и тогда конечно совсем совсем другой так тоже очень вкусно здесь наоборот я получается ем только в основном считать творог здесь вот ровно такая же порция еще осталось и вот на всю вот эту большую порцию здесь получается одно яйцо и две столовых ложки цельнозерновой муки все посолила и все ничего такого здесь нет поэтому они немножко такие мягковатые зато оскомину собью зато ну хочется мне вот хочется мне ленивых вареников и ну вот таким образом знаете очень вкусно очень очень просто их брать надо аккуратненько то не такие нежные нежные вчера своим деткам сделала творожное печенье олечке очень нравится творожное печенье чтобы вот именно но с сахаром было чтобы глебу даже понравилось кушал и очень нравится это печенье и вот я взяла просто увидела значит один и тот же состав один и тот же абсолютно один и тот же подача разная форма лепки печенье разная другая да вот вы знаете а в корне отличается в состав один и тот же насколько отличается сильно прям отличается ну и смотрю я вчера одну порцию значит сделала так и они попробовали мама вкуснее ничего не дали а сегодня пока они спали я вчера тесто тоже сделала вторую порцию и пока они сегодня спали я ее раз и значит выпекла это это печенье я не считаю вот завтрак и вот за обед сейчас прикончили его вот и я потом не поверила думаю да что ж такое отошла уже от всех своих правил и попробовала то и другое вообще вот знаете как будто даже состав теста разный вот насколько отличается вот блюдо если подача другая надо же я вот сама честно говоря вот этого не знала все то же самое а вот получилось разное так что вот так что ну я им знаете так сегодня они обедают я прохожу мимо смотрю утреннего печенья уже нет а вчерашнее еще лежит чуть-чуть я гранат пока не доедите другого ничего не получите они дружно засмеялись саша мне говорит маму чё сомневаетесь что ли что мы доведем посмотрите сегодня вечером уже не будет дай бог вчера галеб это и галеб ел печенье первый раз он такое печенье ел я говорю бабушка это так вкусно я люблю глеб это еще и полезно там много-много творога еще и домашнего творога а домашний творог он очень полезен поэтому я вчера прям смотрю ел так и сегодня с родителями сел за стол и они с кофе он с чаем эти печеньюхи в общем довольны всем ну вот как то так а в обед они сели и давай опять мясо 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 не могу не поверить вот тут мясо сидит я спальню ушла лежу и думаю что мне покушать не знаю вот честно не знаю даже но мясо не хочу правда вот тут сидит уже потом думаю подожди я себе сейчас ленивых вареничков сделаю опять пять минут и делать ровно пять минут давай ладно все порешали ну одну порцию сделала сварила а вторую сделай в холодильник морозилочку кто из них захочет тот сварит и съест ну вот как то так очень вкусно очень очень единственное чем они отличаются то что более нежные в них связки мало а так вкус обалденный и вот оказывается даже знаете когда сахар не ешь а я его уже не ем давным-давно и вот в каждом продукте чувствуешь свою сладость вот ешь и сладость чувствуется когда очень много сахара ешь всего всяких сладостей тогда кажется вот тот же творог ешь он кислый а сейчас я ем мне настолько сладко короче у меня было пол килограмма творога там вот яйцо две столовые ложки вот этой цельнозерновой муки и одна чайная ложка сахара это что ничего ни о чем мне кажется вот я их ем мне кажется они такие сладкие такие вкусные глебасик ты чё наигрался а глебасик глеб ты чё наигрался ну ладно парня настроение меняется каждую минуту только что вышел я варю вареники бабушка пойдем со мной посидишь говорю сынок я сейчас покушаю я хочу кушать я сейчас покушаю и пойду с тобой посижу хорошо хорошо ты будешь играть да уже playstation выключил уже наигрался прикиньте она елась реально то ли масло руль сыграло да все правда вот передать это не дело это было так вкусно знаете вот ленивые вареники честно сказать я уже забыла когда я ела вот забыла вот как-то не знаю все что-то не до этого мы нет вареники мы лепили и с капустой и с картошкой и с грибами делали и с творогом делали вы каких только вареников не делали делали но вот чтобы ленивые вареники вы знаете сто лет уже не делал наверное вот сколько вот в этом доме живем по моему ни разу не делали ленивые хочу мы постоянно дома возьмемся раз налепим да и все наморозим потом когда надо достаешь да и варишь и вперед а вот ленивые давно не делали вот захотел именно ленивых вареников и настолько наелась так наелась от души пять штук я короче не доела не хочу вот и все вот и покушали быстро до мукбанг опять что это за мукбанг разве это мукбанг мукбанг подразумевает кушать очень много для меня это очень много очень много это знаете относительно у каждого для каждого это это относительное понятие как понять много для меня вот эти вот столько вареников это очень много для кого-то знаете сотню этих вареников замнет и это немного Jones хорошо поэтому каждого это настолько относительно и понятие много кому-то много само поне это поэтому а для меня сальному банк а А мукбангище. Ну и вот. А вам всего доброго. Всего самого-самого хорошего. Мы вас всех очень любим. Целуем, обнимаем. Пока-пока.